На окружных дорогах за прошлый год совершено 33 дорожных происшествия, в которых пострадало 34 и погибло 3 человека. Такие данные озвучили сотрудники ГИБДД на итоговой пресс-конференции. Больше всего пострадавших, а именно 11 человек, отмечено при наезде на пешеходов. Погибло при этом 2 человека. Тему продолжит Александра Литкова. Пьянство за рулем, выезд навстречу, не пропустил пешехода на переходе и еще много факторов, которые стали причинами серьезных происшествий на городских дорогах. Села округа тоже не отстают. За прошлый год там пострадали в ДТП 10 человек. На дороге на Ренмар-Красное и на Ренмар-Усинск ранено трое, один погиб. Основными нарушениями правил дорожных движений страны-водителей, проводивших совершение дорожных происшествий, явились у нас нарушения правил расположения транспортных средств на проезжей части. По этой причине, по этому нарушению, у нас зарегистрировано 12 происшествий. Выезд на полустречных движений у нас в три происшествия зарегистрировано. Несоблюдение очередности проезда перекрестков – три происшествия. Нарушение правил проезда пешеходного перехода – три. Само нарушение правил дорожных движений в части как неприменение ремней безопасности у нас привело к увеличению тяжести последствий. Что касается пешеходов, в 2018 году за переход дороги в неположенном месте оштрафованы 164 человека. Пострадали 11, погибло двое. По словам полицейских, наезды происходят в основном по вене самих пешеходов. Особенно в темное время суток. Ну, хотелось бы еще пешеходам сказать, когда они переходят в первую часть. Нарушение не только пешеходам является то, что он прошел в неположенном месте, либо шел по обочине, не по тротуару. Также идет то, что они в наушниках ходят все у нас. Молодые люди, они все с музыкальными колонками, с наушниками. И не обращают внимания при переходе, в первую часть, даже на пешеходном переходе, не убеждаются, что уступает ли им автомобиль. Потому что бывает такое, что водитель не успевает затормозить, а пешеход запошел. То есть, в основном, вот эти ДТП, это у нас с наездами пешеходов, так и произошли на пешеходных переходах. Шесть ДТП зафиксированы с участием несовершеннолетних. Столько же и пострадало, в том числе и юные мотоциклисты. В связи с этим сотрудники ДПС напоминают об ответственности родителей за езду их детей без права управления. Это относится к мотоциклам, мопедам и скутерам. За неимение водительского удостоверения, либо категории, потому что многие ошибаются, ездят с категорией А1 на транспорте, которая предполагает категорию А2. Там тоже идет штраф от 5 до 15 тысяч рублей. И статья будет, не имея права управления. То есть, рассматривается начальником, либо замначальником ГИБДД. И если будут повторные попадаться, то там уже будет сумма штрафа фиксироваться. Мотоцикл ставится обязательно на штрафстоянку. Он должен быть, естественно, зарегистрирован на местах хвоего поля, САГО. И должны быть эти документы приведены в порядок. В качестве профилактики дорожных происшествий госавтоинспекции в прошлом году было проведено 49 мероприятий. Таких как свет, тонировка, должник и другие. Особое внимание полицейские уделяют профилактике детского дорожного травматизма. В течение года, например, перед летними каникулами, начало сезона учебного, когда дети отдыхают, немножко забывают соблюдать правила дорожного движения. То есть, мы такими мерами стараемся напомнить правила дорожного движения и повлиять на то, чтобы именно в такие сезоны дети не дали нам рост детского травматизма. То есть, распространяем, например, если это темное время, светоотражающие элементы стараемся в городе распространить как можно большему количеству людей, детям особенно, ну, да, родителям, которые с детьми идут, у которых нету этих светотражающих элементов. Ещё одним действенным методом по профилактике ДТП полицейские называют комплексы фото- и видеофиксации движения на дорогах. В местах их расположения ДТП не зарегистрированы. В основном нарушения касаются превышения скорости. За это оштрафовано более 7 тысяч водителей на общую сумму чуть более 3 миллионов рублей. Всего таких комплексов на территории города – 11. Отмечается, что вот последние уже 4 года в местах зонных контроля этих комплексов у нас дорожно-дранспортные происшествия не зарегистрированы. Это очень позитивно, очень даже хорошо воздействует на состояние варенства на территории города. Но при этом отмечается, как и по всей стране отмечается, у нас почему-то идёт рост фиксации нарушений. Из дня в день у нас идёт увеличение количества выявляемых правонарушений. Почему это, как это, из-за чего это так происходит. К сожалению, мы пока не можем разобраться. В целом ситуация на дорогах округа остаётся стабильной. Число ДТП и других нарушений остаётся на уровне прошлых лет.